Здравствуйте, товарищи! Людям в возрасте тяжело вставать, конечно, я понимаю. Здравствуйте, садитесь, пожалуйста. При подготовке к экзаменам вы можете использовать любую литературу, которая есть, которую я обозначил. Что касается моих работ, я вам порекомендовал бы три работы. Это, во-первых, социальная диалектика, 458 страниц. Ее можно найти на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Дальше лекции по философии и истории. То же самое на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». И вот сейчас еще в буквоеде продают, и можно заказать и в издательстве «Питер» или на «Озон.ру». Вот такую маленькую книжку сравнительно. «Диалектика. Ключ к истине», которую мы написали вместе с известным блогером Пучковым по итогам разведопросов по вопросам философии, диалектики и с примерами применения диалектики для разных, так сказать, общественных вещей. Вот так она выглядит. Сегодня мы с вами должны по намеченному плану изучить более сложную форму движения, чем мы рассматривали. Мы рассматривали с вами становление, правильно? Одна лекция была посвящена становлению как таковому, а вторая была посвящена тому, чтобы показать, какую роль играет эта категория в описании общественных явлений, общественных событий, в социальной жизни. Ну вот для того, чтобы до этого изменения дойти, я проделаю некоторый логический путь, который содержится в науке логики Гегеля. И этот логический путь мы с вами начнем с чего? С остановления. Так, на чем мы остановились? Становление, как мы выяснили, это единство, возникновение и прихождение. При этом возникновение можно выразить немножко по-другому, чем просто переход ничто в бытие. А можно выразить так, ничто, переходящее в бытие, правильно? А прихождение – это бытие, переходящее в ничто. Короче, как принято говорить. А короче, возникновение – это ничто, а прихождение – это бытие. Только теперь мы понимаем, что никакого ничто, ни в философии, ни в жизни, ни в логике, такого, которое не переходило бы в бытие, не бывает. И такого бытия, которое бы не переходило в ничто, тоже не бывает. Так что, благодаря вот такому диалектическому подходу мы теперь получили такой очень важный инструмент для того, чтобы видеть, что всё в жизни находится в движении, в том числе и в становлении. А становление есть одновременно – бытие, переходящее в ничто, и ничто, переходящее в бытие. Ну, раз бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, то разность бытия и ничто в становлении исчезает. Правильно? Раз они друг к другу переходят, то их, вот то, что они разные, это обстоятельство, этот факт исчезает. Ну, раз исчезает их разность, то исчезает и само становление. Правильно? Потому что становление есть благодаря разности бытия и ничто, а эта разность в становлении исчезает, значит, исчезает становление. И что тогда получается? Что значит исчезание и становление? Исчезание – это его отрицание. Если переходить к более строгому такому языку. А что такое отрицание и исчезание? Ну, надо понять еще раз в целом, что такое становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. Бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, вот это отрицается, беспокойное единство. Это что такое? Во-первых, отрицается беспокойство. Что является отрицанием беспокойства? Спокойствие. Спокойствие. А что является отрицанием единства? Раздробленность. А? Нет, наоборот. Вы понимаете то, что мы рассматриваем с точностью, да наоборот. Это не из-за вас, а из-за такой непривычки к философскому рассмотрению. Потому что единство, слово единство указывает не на одно, а на многое. Вот у нас с вами может быть единство в понимании, да? Только потому, что мы разные. А если мы не разные, то доказывать, что у меня есть единство с самим собой, если я начал доказывать, вы бы сказали, что что-то с преподавателем нехорошо. Вы тоже едины сама собой? Надо это кому-то объяснять? Вы едины сама собой? То есть смысл вообще единства в том, что есть некое разное, которое выступает как единое. То есть что противоположно единству? Почему говорят? Единству позиций, единству взглядов. У людей они собираются там, скажем, единомышленники. Что, одномысль на всех? Получается, что если единство, когда много приходит к одному, тогда... Да, да. Когда много приходит к одному. То есть это говорит о том, что это категория, которая включает в себя некое многое. В данном случае тут еще о многом мы не можем говорить. Тут всего есть два. Босяе и ничто. Значит, что является противоположностью, отрицанием единства, противоположностью единства? Что? Простота. Простота. То есть если простое, то оно ни из чего не сложено. А вот становление сложено из бытия и ничто. Оно сложное. Правда? Вот у нас простое было сначала, чистое бытие, оно ни из чего не было сложно. Сложно. А вот если мы уже берем становление, то оно, конечно, сложное. Его отрицание этой вот сложности, отрицание единства, есть простота. То есть отрицанием беспокойного единства бытия и ничто является спокойное и простое. Вот это спокойное и простое, которое является отрицанием беспокойного единства бытия и ничто. Как предлагается назвать? Наличное бытие. Ну, это вы так правильно сказали. Но тут как бы вот, это поскольку не простые вещи, давайте мы будем по разделению. Во-первых, оно есть? Это? Спокойное и простое. Есть? Или нет? Значит, поэтому вы так просто безосновательно сказали, что это, или опираясь на свою память. Или что вы где-то взяли, или списали, или записали, или запомнили. А мы должны опираться не на память, а выводить. Правильно? Если мы хоть говорим о логике. Так вот, спокойное и простое. До этого же не было такого? Было беспокойное и непростое. А сейчас есть спокойное и простое. Есть оно или нет? А раз есть, то что это? Бытие. Вот. Вот это бытие. Первое, что мы должны констатировать, что это бытие. Это все, что на все мы смотрим, мы сразу должны сказать, это бытие или ничто. Правильно? Вот вы есть или нет? Если у вас нет, так вопросов к вам нет. А если вы есть, тогда мы можем с вами поговорить. Правильно? То есть, кажется, что это вот какие-то заумные, может быть, категории. На самом деле, это категории, которая самая массоведная. Всегда мы берем то, что есть, рассматриваем то. Если мы рассматриваем, значит оно есть. Если я это рассматриваю, значит оно есть. А если его нет, так я это никак не могу рассматривать. Правильно? Я могу парту рассматривать, освобожденный от этого всего. Это значит, бытие. Ну, не то же бытие, они нечистое же. Значит, остается вопрос только о названии. Откуда брать название? Название придумывать не следует. Почему? Потому что название складывается в ходе развития философии. Это же название. Как вот можно логически вывести ваше имя? Невозможно. Можно его запомнить. Вы им скажете, и я запомню, и все. А вывести и ваше тоже невозможно вывести. Очень сложно вывести ваше имя. Невозможно. Невозможно. Абсолютно. Если только бейджик есть или вышивка. Если только бейджик или вышивка. Так это будет, может, он рубашку чужую надел. Или своровал у кого-то. Снял, ограбил. И ходит с этим бейджиком. Сейчас много преступников ходят, мошенников. Так что вы какой-то такой путь ему предлагаете опасный. А если он, например, скажет, я не Андрей, то получается, как раз уже можно вывести? Это вот то, что он Андрей, это к его содержанию не имеет никакого отношения. Что такое? Это переход в ничто. Непосредственно, вот прямо сразу в ничто переходит стул. Во-первых, у него сзади ножки сделаны так, что если на него сядешь, ты свалишься назад. Он с подвохом. А во-вторых, из него сыпятся болты, шурупы. Значит, названия берутся из истории и философии. А если строит Гегель систему, и нету названий, ни у кого он не нашел, философ, потому что никто до него не построил такую систему, ну тогда он сам придумывает эти самые названия. И мы придерживаемся того названия, которое дал автор. Раз он построил систему, ну как всегда в науке, правда? И мы придерживаемся тех названий. Речь вот ведь о названии, а не содержании. Содержание выводится, а название берется. Название – это имя. Вот имя – наличное бытие. Удачное очень название. Почему? Потому что налицо бытие, а вы же знаете, что на результат снятия становления, значит в нем становление есть в этом бытие. Есть, раз оно в снятое бытие. Вот если вы снятые родители, снятие своих родителей, родители у вас есть? Есть. Есть тут люди, в которых в снятом виде родители не содержатся? Я сразу родителям позвоню, скажу, возмутительно ведет, ваш там сын, дочь считает, что в вас их нету. Ну как это, допустим, ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца? То есть такая поговорка. То есть налицо бытие, а в нем, в этом бытие, есть становление. А в становлении есть что? Ничто, кроме бытия. Что там есть? Что, большая, очень сложная, что ли, структура? А? Ничто. Ничто. В становлении есть и ничто. Значит, налицо его нет, а в наличном бытии оно есть в нем. Ну это, если грубые примеры приводить, вот желудок у меня есть, а налицо его не видно, его нет. И сердце у всех есть, и никто тут не бессердечный, но налицо его нет. Правильно? То есть надо различать то, что есть налицо, и то, что есть в нем. Значит, сейчас мы с вами сквозь эту поверхность бытия увидели в нем становление, а в становлении увидели ничто. Вам не хочется теперь разглядеть это ничто? Вы такое раньше видели, когда-нибудь ничто в наличном бытии. Это же новость для вас, правда? В наличном бытии есть ничто. Хочется его тоже назвать такое ничто, которое не на равных было в становлении. Бытие, ничто, ничто, бытие. Они друг к другу переходили, совершенно свободные, переходящие одно в другое. А это ничто, оно в наличном бытии. Налицо его нет. Пример, если привести, вот, наверное, когда вы разжигали костер, потом уже костер начал затухать, и сначала у вас есть угли, а после углей уже начинают пеплом покрываться. И налицо огня никакого нет. Налицо серый костер. Горячий, конечно. И домочек идет, он серый. А в нем есть что? Огонь. Внутри, если вы копнете, только рукой туда не надо лезть. Лучше железным чем-нибудь. В крайнем случае деревянной фалкой. Она обуглится. Вот то же самое будет с рукой, но не сразу. Ножок гарантирован, то что там температура. Температура горения какая, кто знает. Говорит, горят когда дрова. Сейчас, скажете, мы не физики. Знаем только по Френгии, понимаете. Вот я был в Бельгии, вот, в Антверпене, делал доклад в Брюсселе, и каждый день, вот там четыре дня я там был, каждый день нас почему-то там поселили в другом городе, в Антверпене. Это на поезд, на машину привозили, там наночевали, а утром опять ездили. И вот ездим по городу. Такое большое-большое очень дерево. Целый ряд деревьев, такие высокие, красивые, но какие-то, как бы, у них заплаты на коре. Я говорю, а что это за дерево? Этот товарищ, который со мной ехал, говорит, я не ботаник. Ну, через переводчик. Хорошо, я другого товарища спрашиваю тоже, из тех, кто меня сопровождал. Через некоторое время. Я говорю, а что это за деревья? Ну, как-то у нас там вот, ну, там в первом классе ходят уже парки, школьники изучают. Это дуб, это береза, это неклин, это то, это все. А тут, говорит, я не ботаник. Второго спрашиваю там, тут я не ботаник. Наконец я уже, тот, кто нас сопровождал, ну, очень хорошо говорил по-русски, Жеф Босой. Он сейчас одним из руководителей великой партии труда является. А он говорит, так это платан. Ну, он-то знал, а другие не знали. Ну, вы мне примерно так так скажете. А что вы спрашиваете? Какая температура горения у дров? Ну, вам хочется согреть, если вы хотите дрова подкладывать в печку. Так вот, температура горения дров примерно 500 градусов. А у углей температура, наверное, вы знаете, что использовали древесный уголь для выплавки чугуна. Пока кокс еще не изобрели, и кокса еще не было. На древесном угле было, отличное было. Чугун мы использовали. Так у него 1100. Поэтому, если вы будете, допустим, топить все время печку дровами, и стопить, и все дрова закончатся у вас, особенно и не нагреется все. Во-первых, потому что температура 500 градусов. Во-вторых, если вы не дошли до углей и не закрыли печь, то вот эта вот, так сказать, ваша печь вместе с этой топкой образует насос такой, который затягивает холодный воздух наружу и отправляет его и, соответственно, отправляет его в дымоход. И вы можете так стопить все свои дрова и так и не нагреть свое помещение. Поэтому, когда люди дожидаются, когда красные угли здесь становятся, и после этого красные эти угли, когда на них нет синих огоньков, это значит, там нет СО, угарного газа, от которого запросто можно умереть. Вы заранее закрыли, а там есть еще синие огоньки. Он, правда, стелится вниз. Запаха у него нет. Если вы там слышите дым, это не угарный газ. И вот человек лег на кушеточку, закрыл, поторопился, не дождался, устал. Ну и отдохнул навсегда. Зато отдохнул. А? Зато отдохнул, да. Я думаю, что вы уже завидуете. Да. Ну, как же выбирается, кто прыгает, кто так отдыхает. Так вот, надо различать между тем, что налицо, а налицо вот в этом потухшем костре пепел, бытие костра, это покрытое пеплом. А в нем есть ничто, то есть отрицание этого пепла, то есть углик, температура которых 1100 градусов. Вам не хочется обратить теперь свое внимание на это самое ничто, которое в бытии? Ну, вы же что-то разглядывать бытие уже разглядывали, там нечего разглядывать. Ну, смотрите, ну, бытие, бытие. Десять раз повторили, что бытие в нем, в нем ничто. Давайте на это ничто обратим взор. Раз мы взор обратили на ничто, оно только что родилось, надо назвать. Как назвать то ничто, которое в бытии наличным? Какие есть предложения? Может, уже кто-то читал на уколойке? Предложение не придумывает название «Обрать в кулойке». Сейчас, ну, берите, вы взяли? Я думаю, сейчас она скажет, что вы нам рассказываете, я уже прочитал это в «Науке логики», и это название такое. Ваш не запрещает уже читать «Науку логики»? Нет, конечно. Я всем разъясняю, не запрещено ее читать. Он, конечно, идеалист, считал, что есть только идея и больше ничего нет. Но он создал объективную логику и субъективную логику. Первый том объективная логика, второй том субъективная логика, поэтому его учения очень легко трактуются материалистически, потому что вот, то есть, первые два, две книги «Учение о бытии» и «Учение о сущности» это объективная логика, это логика объективного мира, а «Учение о понятии» это логика субъективного мира, это наши понятия, с помощью которых мы познаем этот объективный мир. то есть, то есть, вы предлагаете мне обратиться к Гегелю и вам сказать. Логично. Я скажу, вы, логично, я бы уж так вот довел бы логику до конца. Вы же лектор, вы давайте читайте и лекции как раз вы читали. А зачем мы будем читать эти книги гениальные, когда когда вы нам расскажете. Ну, я-то вас призвал к тому, что вы гениев читали самостоятельно. А вы что, на меня намекаете, что я гений? Я думаю, это скоропалительные такие настроения. Это выясняется по итогу, а не так в ходе. Так что, другого хода нет у нас, а заглянем, что говорил Гегель. Он говорит, что это ничто, принятое в бытие. Так что, конкретное целое имеет форму бытия. Правильно? Целое – это бытие, а в нем ничто. Вот ничто, принятое в бытие, так что, конкретное целое имеет форму бытия, есть определенность наличного бытия. Определенность наличного бытия. На что мы сейчас смотрим? На бытие или на ничто? Ой, простите, я-то поторопился, неопределенность наличного бытия. Это небытие. Небытие, принятое в бытие, так что… Так, это я еще раз забежал вперед. Вот это ничто, которое в наличном бытие называется у Гегеля небытием. 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 Пример. Вот женщина, которая в браке, она замужняя женщина. То есть там есть… Замужняя – она не муж, а жена. отрицание мужа. Она не муж. А муж кто такой? Если сказано муж, это на кого указывает это высказывание? На жену. Если муж, значит, жена есть. Если жена, значит, муж есть. Правильно? Логично? Вот так и здесь. Если это ничто в бытии, то она уже небытие, а не просто ничто. Небытие. Значит, мы с вами кроме категории ничто знаем уже категорию и бытия. Знаем еще категорию небытия, тогда, когда ничто находится в бытии. И вот это небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. пример. Можно я на вас проэкспериментирую? Вот, товарищ спокойно относится к экспериментам научных. Только, говорит, бить только не надо. Вот у него рубашка какая? Синий, желтый. Да? Оранжевый. Не важно. Синий, желтый, оранжевый. Пожалуйста. Так вот, это вы, это же не рубашка, правильно? Вы не рубашка же? Вы человек. Вот, хорошо, подсознаете. Сознаете, что вы человек, а не рубашка. Значит, рубашка не вы. Но это ваша же рубашка. То есть, если я вас беру как целое, то рубашка есть ваше отрицание в вас. Да? То есть, это ваше не вытие. То есть, я могу сказать, что пиджак это не я. И вы можете сказать, кофточка это не я. Я это не кофточка. Я это что-то более сложное и важное, правильно, чем кофточка. И всякий может сказать. Даже если у вас там кольцо на руке. Ну, кольцо это не вы. А это ваше отрицание. Правильно? То есть, надо вот различать бытие и отрицание. вот небытие, принятое в бытие, так что конкретная целая форма бытия называется определенностью. Вот теперь про него можно сказать, что это человек в синей-желтой рубашке. А синий-желтая рубашка это его определенность. по этой определенности мы отличаем от вас, от вас, от всех остальных. Понимаете, я вас выделил, это все теперь серая масса остальная, а вы тут у нас выделены благодаря чему? Благодаря небытию вашему, которое принято в бытие. Ну, хотите, не на людях будем эксперименты ставить. Чай когда-нибудь пили? Сладкий. Сладкий чай когда-нибудь пили? Скажите, чай, значит, вот сахар, который в чай, это чай или не чай? Раз не чай, то это небытие чая. Правильно? Но бытие чая это чай, а это не чай. это сахар, сахар это, а не чай. А раз это сахар, что хотите туда пихайте в этот чай, это все будет небытие чая. Можете с бергамотом, можете там лимон туда кинуть. Лимон это чай или не чай? Не чай. Так вот, чай с лимоном и с сахаром придают определенность этому чаю. Вам какой чай? С лимоном с сахаром или с лимоном без сахара или с сахаром без лимона? То есть, видите, сколько много розы, там еще такое не придумывают. И все это, вот у вас украшение, это вы или не вы? Не вы. Но это же ваше украшение. То есть, вас надо в целом забрать. Вы же не специально так сделали, чтобы вас в целом воспринимали с учетом вашего и вкуса и прочего. То есть, с одной стороны это вы, если брать в целом. Но то, что является моей определенностью, есть мое отрицание. Вот у меня красный галстук. Так галстук это я или не я? Это же оскорбительно было бы считать, что я это галстук. Вроде как вы из уважения можете сказать, вам понравился галстук, Михаил Васильевич, ну просто вы галстук. Человек-галстук, как смотрится, да? Вот. Это у вас термос, небось? Нет? Бутылка. Бутылка просто? Это же ваша бутылка? Моя. Но это вы же не бутылка? Нет. Значит, это ваше отрицание, то есть небытие. Это ваше небытие? То есть вы держите в руках небытие и пьете. Да. А что вы пьете? Это то, что вы пьете, это не вы же еще. Оно встанется, когда оно там утрясется и переварится, правильно? А пока, когда вы пьете, это не ваше небытие. Да. И воздух, который вы вдыхаете, это тоже не вы? Или вы воздух? Человек воздух? Нет? Да? А вы вдыхаете тоже? Давайте глики слегаса, это тоже не вы. Короче говоря, вот тут мы должны различать. Вот это называется определенность. То есть определенность появляется тогда, когда есть некая противоположность. Бытие – это всегда какое-то небытие. вопрос у вас, пожалуйста. Что будет, если в черный чай налить зеленый чай? А? Что будет, если в черный чай налить зеленый чай? Как будет небытие? Если в черный чай? Дело в том, что чай как напиток, чай как напиток, у вас будет напиток, чай, все равно. Но у вас не будет ни черного чая, это не будет ни черный чай и ни зеленый. Это чай, комплексный, Правильно? И вот тогда его определенность выступит и черный, и зеленый заварка, которую туда бросили. Ваша определенность – это серая ваша кофточка, свитер. Ну так? По ней можно вас узнать. Ну, Гегель больше говорит, в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Если вы не будете, если у вас будет сплошной свет, то есть сплошное бытие, ничего не увидите. А если будет сплошная темнота, тоже ничего не увидите. Вот что вы делаете? Вы взяли и белую такую бумагу, взяли ее все синим, синим, синим. Это же все пропала белая бумага. Правильно? То есть, а как вот содержание получается записи, лекций? Благодаря тому, что вы берете и белое зачерняете, засиняете в данном случае. То есть, у вас вот это вот то, что написано чернилом, это что? Это небытие этой тетради. Ваша тетрадь-то вы купили, это все белое было, а теперь ее тетради испортили. Или, можно считать, улучшили. То есть, теперь тетрадь у вас с записями. И только благодаря тому, что вы вот что-то синее, а если бы вы белым писали по-белому, то ничего бы не осталось. Или черную тетрадь возьмите и давайте черным по черному. Вот почему-то, если доска зеленая, то белый мел. А бывают белые доски, тогда начинают фломастер какие-то темные разных цветов. Все время идет вот эта вот противоположность. То есть, определенность, надо это запомнить. Это даже у Спиноза нету. Это Гегель выработал эту категорию, что такое определенность. Определенность – это то, с помощью чего можно отличить что-либо. Например, человека можно отличить от животных очень просто. Только у человека есть мочка на ушах. У вас есть мочка на ушах? Да, да, точно. Значит, вы человек. Не знаю, гордо это звучит или нет, что есть мочка на ушах. Не очень гордо, правда? Причем не только у женщин мочки на ушах, которые в серии сюда весятся. Но есть и мужики, которые зачем-то вешают серии. Но, видимо, в основном женщины оттянули настолько уши, что они передаются уже по наследству, эти мочки. А ни у каких животных, кроме человека, нету мочек на ушах. Поэтому, значит, вы так вот видите разные животные. Сразу так с мочками на ушах отходи налево, а все остальные направо, и из них где-то сардельки. А вы будете кушать эти сардельки, поскольку у вас мочка на ушах. Это определенность или это определение человека? До определения мы еще не дошли. До определения как до неба. Это только определенность. Потому что бывают такие ситуации в аварии. Человек потерял ушную раковину. А слух у него нормальный. Не обязательно уже иметь так вот полностью. Или вот мочку потерял только на ушах. Или какие-то бандиты вырезали. Кто-то взял один парень, серьги сюда повесил, а кому-то не понравилось, взял вот так кинжалом и отрезал. И что он не человек уже, который остался. Он получил травму. Раненый. Но человек, да? То есть определенность – это что-то вот неглубоко связанное с тем, что оно определяет. Но связанное. Поэтому мы должны различать. Определенность, которую мы знаем, что это такое, небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. И определение. Это мы еще не знаем. Это более сложно. Это впереди. Это мы об этом поговорим. Когда дойдем, и мы двигаемся к этому. Так. Собственно, вы можете и раньше узнать. Вот возьмете наукологию и прочитаете раньше. Пока я только-только разговариваю, а вы уже скажете, а я уже нашла. И никто вам запретить, никто не может вам запретить быстрее. Быстрым имом своим все это охватить. Так. Ну, раз мы нашли эту самую определенность, то ее надо рассматривать. Правильно? Хочется рассмотреть же эту определенность. Вот если нашли мы в чаю сахар, то хочется сахар рассмотреть. Правильно? А когда мы его рассматриваем, это уже ничто или бытие? Раз мы рассматриваем, то оно есть. Мы же ее рассматриваем. Вот. Я начал рассматривать. Сначала я смотрел на ваши записи, как на ничто. Вашей тетрадке. А теперь я смотрю на записи. А тетрадка меня это вам волнует. На записи я смотрю. Хочу понять, что вы там пишете. И что получается? Получается, что запись – это бытие. Так вот, определенность, которая берется как бытие, называется качеством. Качество. Слышали такое слово? Наверняка слышали. Но никому из людей, которые не изучали науку и логики, не приходит в голову, что это значит. Качество. Это не сильно богатая категория. Правильно? Мы в самом начале науки и логики находимся. В самом начале качества. А качество – это первая непосредственная определенность. Про нее Гегель – это такая определенность, которая еще не отделилась от бытия. Правда, она уже никогда от него не будет. Отделяться. То есть, как бы она не сливается с бытием, но она сама же вроде как бытие уже берется. Правильно? И уже сначала человек в красной кофточке, а потом, говорит, я за красной кофточкой стою в очереди. И уже эта самая определенность берется как бытие. А человек вроде берется уже как небытие. Правильно? Особенно в очереди. Это здесь у нас один разговор. Есть студенты, так сказать, у них, может, у нас, я обращаюсь к вашему разуму. А если бы я в очереди стоял, так я вот за тем гражданином, или не за гражданином, я за синей и желтой рубашкой стою. А то, кто он такой, это не важно. Важно, чтобы я за ним стою. Так вот, передо мной не вставайте, пожалуйста, вот я за ним. То есть, качество – это первая непосредственная определенность, которая еще не отделилась от наличного бытия, правда, никогда уже не будет от него отделяться. То есть, как бы, Гегель показывает, что она, это не надо их смешивать, но она и никогда и не отделится от него. Вы только рассматривать можете так. пытаться изолированно рассматривать. А когда вы берете изолированную, вот она и получается бытие. А на самом деле она не бытие. Правильно? И определенность. Это же не бытие. Это на самом деле. А берется, а если я что-то беру, оно сразу превращается в бытие. Ну вот теперь у нас уже что есть? У нас есть, смотрите, наличное бытие, в нем не бытие, это вот не бытие, принятое бытие – это его определенность. Определенность, которая берется сама по себе, это качество. Так что мы знаем про качество? Вот что вы знаете про качество? Я уже вас учил, как-то говорить, когда не знаешь. Что вы знаете про качество? Что оно есть. Вот, учитесь. А раз оно есть, то оно… Продолжайте. А раз оно есть, то оно… Бытие. Вот. Так видите, как много вы уже рассказываете. Я уже, если я еще буду вас спрашивать, Михалыч, ну уже раз спросили, два. Ну это же допрос уже начинается. Вы что? Вы что, вы меня допрашивать собираетесь? Вы спросите вот ее. Так? Так. Значит, раз качество есть, значит, оно бытие. А какое бытие? Чистое. А? Чистое. Ну похоже на чистое, когда столько… Вот всю нашу работу, то, что мы сделали, вы все зачеркнули. Какое же чистое. Чистое было в самом начале. А вы вот сколько мы страдали? Уже смотрите, сколько. Вот сейчас. 20 минут первого. 40 минут прошло, вы говорите, чистое бытие. Вы что, хотите сказать, что я бесполезно все это тут говорил? А вы бесполезно слушали? Вот она не считает, что бесполезно. У нас с ней диалог творческий. А вы что, хотите обрушить все здание диалектики? Определенное бытие. Ну так определенное, значит, оно не чистое же. Наличное. Нет, это не определенное. Это наличное бытие название у него. Мы наличное бытие рассматриваем. Мы же в наличном бытии нашли небытие, правильно? Назвали ее определенностью. Определенное взяли как качество. И берем качество наличного бытия. Вот. И само качество тогда, раз оно есть, оно же не просто бытие, правильно, как мы с вами правильно сказали, а наличное бытие. Тогда вы продвинули нас вперед. А так вы нас хотели назад вообще угнать. А в наличном бытие, кроме бытия, что есть? Ничто. Ничто есть, правильно. Ну и учитесь. На наличном бытие есть ничто. Значит, качество должно быть взято не одностороннее просто, как бытие, а и как бытие, и как ничто. Вот взятое как бытие, оно называется реальностью, а взятое как ничто, оно называется отрицанием. Реальность и отрицание. Слышали такие слова? Слышали. Реальность и отрицание. Вот я могу про вас сказать и как про реальность, и как про отрицание. Вот как, если про реальность сказать, что сказать умный человек. Это хорошо? А то я все время вас все это использовал, неизвестно для чего, для всякой ерунды. А так вот я просто, просто спокойно скажу, умный человек сидит. Это реальность. А как то же самое сказать в виде отрицания? Попробуй. Не глупый. Ну это вы так это, смягчаете. Я-то грубо скажу, не дурак. А что значит не дурак? Ну умный я уже все сказал, тут все ясно. А если не дурак, я должен сейчас вот на этом прервать лекцию, пойти по коридору, искать дурака. Это долго будет, потому что дураков у нас, в общем, стараются не держать в институте философии, ну наконец я кого-то найду. Я можете отправить. Приведу сюда. Не будем налиться перейти. Найду, я найду. Приведу сюда. Вот поставлю, вот он сидит. Вот он не такой. Правильно? То есть это какие-то сложности. Лучше я сразу скажу, что он умный. А иначе это надолго. Мы тут задержимся с поиском этого дурака. Так про девушек говорят. Можно сказать красивые. Так это все хорошо. Это позитивные. А можно сказать, она не дурна. Как вы предпочитаете? Еще не хватало, чтобы дурна была, да? Еще придумали отрицание такое. Вам, как сказать, красивые или смазливые? Что за еще смазливые? Это человек, который нам... Что хотят сказать этим? То есть вот мы должны различать. Так люди иногда могут говорить. Вроде считается, что что-то они хорошее про вас говорят. Так вот я сейчас начну про вас хорошее говорить. Вы еще никого не убили, еще никого не зарезали, никого не обидели, ни у кого ничего не украли. Так? В общем, и все. И для того, чтобы о вас рассказать, я тут всю кучу собрал всяких отрицательных типов и сказал, вы не такая. А какая? Я не такая. Вот и все. Это что такое? Это одни отрицания. А это не реальность. А реальность вы вот симпатичная девушка. Так что, можно это сказать, а можно вот наговорить такую гадость. Поэтому это люди, кто этим обладает, они когда пишут или когда высказываются, они могут так аккуратно сказать. Вроде к ним и не придерешься, правильно? А уже... Вот товарищ сидит, он сегодня выглядит вроде бы прилично. Это я про вас, про вас. Вы в черном. Сегодня вы выглядите вроде бы прилично. Это что значит? Во-первых, сегодня. То есть сегодня вроде бы прилично, а в остальные дни сами понимаете, как он выглядит. Так? Теперь прилично? Вроде бы. То есть даже и то, что он прилично, это подвергается сомнению, значит, вроде бы прилично. Это тоже отрицание. Так что вроде бы прилично. Так он прилично или вроде бы прилично? То есть вот такой вот, если человек не поднаторел в этих вещах, в диалектике, он так может заглотить такое. Поэтому вы должны подумать, как на это реагировать. Я могу вас научить, как полемизировать. Меня учили, была такая школа психологии личности, завкафедрой политической психологии нашего университета, ее создал Александр Иванович Юрьев на бывшей Романовской даче. И нас там где-то неделю мы там учились и тренировались. Вот тренировались. Ну как тренировались? Так, чтобы спорить. Вот правильно я понимаю, что вы зарезали трех человек? Ну все, вы проиграли. Вы проиграли, потому что вы не противостояли мне. Вы взяли на Севернез. А теперь напишите это, что чистосердечное признание. Поэтому вам дадут не в 17 лет, а в 16 за чистосердечное признание. И то, что вообще за трех человек пожизненные могут дать. Он уже согласился. Уже все. Все свидетели. Все свидетели, что он согласился. Теперь будете отказываться, а мы... Объясняю, как надо отвечать. Кому объяснить? Вам объясняю. А то начнут на вас вопрос. А вот если я про вас что-нибудь такое нехорошее скажу, сейчас я скажу про вас что-нибудь нехорошее. А вы должны тоже так вкрачево и так ласково сказать, Михаил Васильевич, правильно я понимаю, что это вы вчера зарезали 15 человек и хотите вину переложить на меня. И дальше. А дальше я буду опять говорить. Тоже так же ласково. Да нет. И так далее. И вот кто один раз скажет, как вы. Нет или да. Он проиграл. Не надо говорить мне нет, не да. Говорит, правильно я понимаю, что вы только что подоехали сюда, вытащили бумажник у гражданина. Правильно я понимаю? Видите, я же спрашиваю, правильно ли я понимаю. Я же не утверждаю этого. Правильно? То есть это такая отрицательная формулировка. Правильно я понимаю? А вы что должны сказать? А правильно ли я понимаю, что вы были тем самым гражданином? Давайте, давайте. Я только правду матку. Украли, перекладывали. Тихо, тихо. Не надо вы. Тихо. Она ласково говорит. Грубо так. Она ласково ко мне говорит. Правильно я понимаю, Михаил Васильевич. Тихо, тихо, тихо. Ну давайте, давайте. Но содержание главное шло. А правильно ли я понимаю, что вы являетесь тем гражданином, который вчера зарезал 15 человек? Не, не, не. Ваши еще февраля. Правильно ли я понимаю, уважаемые, что вы все-таки вытащили кошелек у гражданина, и чтобы как-то это дело скрыть и замазать, значит, всякие нехорошие слова про меня говорить. Я не буду повторять, потому что вот из ваших таких прекрасных уст такие слова выходят, что даже стыдно мне за вас. Правильно я понимаю? Вот кто после этого где-то застрянет, тот проиграл. То есть это, о чем мы говорим, не только имеет такую ценность чисто логическую, но и полемическую ценность. То есть мы должны различать бытие и отрицание, определенность. Определенность вообще есть отрицание, и поэтому переходить можно от определенности, от отрицания к бытию, от бытия к отрицанию. Так вот, качество бывает, ну, проще буду говорить, человек бывает высокий, бывает не низкий. Это одно и то же. Но одно и то же качество, рост берется или как реальность, высокий человек, или не низкий, как отрицание. Одно и то же качество, что нет, не толстый. Так что человек худой, может быть, написано, как выражено, худой, а можно сказать, не толстый. Умный, он же не глупый. И так далее. Любое качество может быть представлено и как реальность, и как отрицание. Вот достаточно вот этого развлечения, бытия и ничто, чтобы вы могли уже, уже совершенно более богатым языком описывать то, что вы хотите сказать. Правильно? Кто вам преподает? Человеку, у которого нет очков. Сказали что-то хорошее? Что-то сказали же? Может, так сказать, что вроде и сказал, а вроде, дескать, нечего сказать вообще, кроме того, что у него нет очков. А еще чего у него нет? Ну и начинайте перечислить. Гитая, сад. Того нет, сад, того нет, этого нет, пятого нет, седьмое, девятого, десятого и так далее. Так. А вот теперь, что у нас есть? Смотрите, что получилось. Что у нас на столе, или в голове, на нашем, так сказать, столе, на котором идет это вот рассуждение, рассмотрение, на нашем столе, на личное бытие. Вы не забыли, что мы еще его рассматриваем? Это же мы все на личное бытие рассматриваем. Это мы брали то небытие, которое в бытие, и вот им с ним возились. На личное бытие, реальность и отрицание, как два выражения, одной и той же определенности. И у нас, как бы, уже расстроилось все в глазах. Знаю, как вы себя чувствуете, я уже чувствую себя не по себе. На личное бытие, реальность и отрицание, это можно задушить студентов таким количеством объектов? Вы больше двух, наверное, ведь не можете, правильно я понимаю, удержать в голове? А я, например, больше одной не могу. Поэтому я стремлюсь как-то сразу это уменьшить. Вот смотрите, давайте будем работать над тем, чтобы это все как-то ужать. Потому что это немыслимо, три объекта сразу в голове. Не знаю, у меня, например, сразу голова пухнет, все выключается. А у вас нет. Ну, понятное дело, человек способный, вы нового поколения человек, вы же дальше пойдете. Так вот, рассмотрим реальность. То есть она есть? Есть. А раз она есть, то она что? Бытие. Какое? А? Какое у нас бытие? Наличное. Дружно должно быть. Что тут уж непонятного? То есть чистое, что ли? То есть с ума сошли? Чистое бытие. Наличное. А в наличное бытие есть? Что? Ничто. Так, раз ничто, то значит, есть отрицание. Правильно? Хотя есть отрицание, ничто в наличном бытии, это же не бытие, а отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. Берем отрицание. Оно есть? Есть. Значит, оно бытие. Значит, берем отрицание, оно бытие. Значит, снято различие, реальность и отрицание. В реальности мы нашли отрицание, в отрицании реальность, значит, снято различие, реальность и отрицание. Так. И каждый из них есть наличное бытие. А раз каждый из них есть наличное бытие, так снято различие между определённостью и наличным бытием. Поэтому нету трёх. Нету отдельной определённости в двух видах. И нет отдельно наличного бытия. Есть лишь определённое наличное бытие. Определённое наличное бытие. Вам нравится тройное название такое, как тройное деколон? Можно и попрыскать, можно и протереть, а можно и выпить. Определенное наличное бытие. Ну как его назвать? Вот тут мы, если бы у вас тут был Гегель, сейчас я сказал. И мне бы сказали, да это называется, как? Нечто это называется, нечто. Слышали такое выражение? Нечто. Иногда говорят, когда смотрят в картину, говорят, ну это нечто. Что сказали? А что сказали? Это определенное наличное бытие. Да. Определенное наличное бытие или нечто. Но нечто предпочтительнее, чем определенное наличное бытие, правда? Потому что тут кратко все. Или Гегель говорит, прежде чем сказать нечто, он сначала говорит, наличное сущее. Вот сразу надо запомнить, что такое сущее. Не знаете, что искать? У Пушкина есть, пусть назовет сущее в ней языков. В России, да? Сущий. Сущий, это что значит? Существующий. Существующий, это существующий. Не надо. Вольфе дар, священности, плотность. Если мне надо сказать существующий, я скажу существующий. А я говорю сущий. Вот я беру вас как сущее. Это что значит? Это значит непосредственно, вот я к вам, непосредственно к вам. Непосредственно. А вот если я вот сейчас выйду вот туда, и оттуда буду говорить, что вот там сидит на первом парте такая-то девушка, это она несущая для меня, правильно? Сущий, это то, что непосредственно, вот это непосредственно, как мне разъяснили, бутылка, непосредственно. Все видят? А вот если я вот туда спрятал, она уже не, она на личное бытие, но не непосредственное, правильно? Непосредственно это то, что не нужно какое-то средство для того, чтобы до нее добраться, правильно? И надо различать то, что есть, налицо. Что непосредственно, а что не непосредственно. Так вот налично сущие, потому что налицо, налично сущие, а короче нечто. А нечто, какое это высказывание, положительное или отрицательное? Скажите, пожалуйста. Ну, нечто вы воспринимаете как положительное или как отрицательное? Положительное. А смотрите, нахально впереди стоит «не». То есть так вот по написанию вроде бы как, как вы говорите положительное, а я спрашиваю, а как же? Тут же «не» же стоит впереди просто. Вот «не» впереди, а вы все равно говорите, что оно положительное. Это вот из этого даже написания видно, что вот это «не бытие» принятое в бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Вот оно. Вот оно, это «не» прямо стоит здесь. И несмотря на то, что оно, вот если бы его отделили от бытия, «не» бытие, это отрицательное, правда? А «не» бытие – это положительное. Положительное, но с определённостью. Это определённое наличное бытие, наличное сущее или нечто. Вот такой прямо идёт каскад сворачивания вот такого сложного, более простое высказывание. Определённое наличное бытие, наличное сущее или нечто. Вот нечто. Что нам надо теперь делать? Мы получили нечто. Вот только теперь мы добрались, если бы мы были верующими, мы бы сказали, с Божьей помощью добрались до того, чтобы рассматривать нечто и брать его как изменяющимся. И сейчас будем вот подходить к тому, чтобы понять, что такое изменение. Итак, нечто. Нечто есть, да? Оно же есть? А раз оно есть, то оно наличное бытие. А раз оно наличное бытие, оно есть в себе что? Становление. В себе становление. Наличное бытие содержится же в себе становление. А раз оно в себе становление, значит, надо брать не только нечто, но есть и другое нечто, которое выступает как отрицательное. Которое, которое назовем иное или другое, как хотите. То есть изучение определенного наличного бытия или нечто говорит о том, что оно, если оно взято как становление, моментами, которые являются само оно и иное. Это все мы получили, анализируя, что такое нечто. Оно еще не положено, еще не показано, как оно. Одно переходит в другое, еще этой борьбы нет. Поэтому пока картина такая. Мы добыли уже это знание о том, что есть нечто, а есть иное. И что мы можем теперь делать? Мы можем начать изучать, рассматривать нечто. Нечто есть. А по отношению к этому нечто иное есть его отрицание. А можно считать? Но иное же тоже нечто. Тогда можно считать это иное нечто, а тогда наше нечто это иное. Безразлично, что брать за нечто, что брать за иное. Если я нечто, то вы иное. А если вы нечто, то я иное. Все равно, кого брать или что брать за нечто, что за иное. Но это мы брали, рассматривали нечто. Мы рассматривали нечто само по себе, нечто по отношению к иному. А теперь давайте иное рассмотрим не по отношению к нечто, а по отношению к нечто есть нечто. А тогда нечто является сильным. Давайте рассмотрим иное по отношению к самому себе. Вот сейчас наступает самый интересный момент в нашей лекции. Иное взятое по отношению к самому себе. Иное, как иное по отношению к самому себе. Вот иное, как иное по отношению к самому себе. Это что будет? Кто додумается первый? если иное взять как иное по отношению к самому себе. Это что будет? Никто не додумается? Это просто. Как только скажешь, что это такое, все сразу согласятся. Почти уже я вам сказал, иное взятое по отношению к самому себе, оно-то себе, что оно-то собой представить? Иное, да? Иное по отношению к самому себе – это иное, иного. Так? Правильно? Что тут непонятного? Иное по отношению к самому себе – это иное, иного. Но вы по отношению к самому себе. Вы иное себя, иное по отношению к самому себе – это иное, иного. Можете записать иное, иного. Так вот, иное и новое это что мы же по отношению к самому себе берем иное и новое есть иное вот и запишите иное и новое есть иное очень содержательный да развитие сейчас иное иного есть иной а вот теперь следите за интонацией так сейчас я вам буду объяснять что такое что означает иное и снова есть иное вот это предложение иное иного есть иное уже ну как иное брали иное и осталось правильно иное иное из иное что иное это равенство иного с собой все записали все усвоили что иное иное есть иное же что рассматриваем то и получаем переслушайте ещё раз внимательно. Иное, иное, и синое. Непонятно, что это иное. Что вы пишете там? Пишите иное, иное, и синое. То есть иное. То есть неравное самому себе. То есть иное, иное, и синое же то же самое, что было и в то же время. Иное, иное, и синое. Другое. То есть здесь в этом высказывании два противоположных утверждения. И так верно трактовать, и так верно трактовать. Вас это удивляет, что в диалектике берутся одновременно два противоположных утверждения. Я вас предупреждал? О последствиях предупреждал? Нет? Предупреждал. Потому что это наука о борьбе противоположностей. О противоречиях. Вот вам первые противоречивые высказания. Иное, иное, иное есть иное. Очень хорошее. Придете домой и расскажете там. своим родственникам и знакомым, что иное и новое есть иное. Иное и новое есть иное. Вы даже согласитесь, что что взяли, то и получилось. Но поскольку иное есть содержание же, иное. Иное и новое есть иное. Значит, не такое. С одной стороны, первая мысль, что это такое, а вторая мысль, что это не такое. Но это только про иное верно. А иное это же на личное бытие тоже. Это нечто. Просто другое нечто. Значит, это можно сказать и про нечто. Нечто должно быть взято и как равенство с собой, равное самому себе, и как неравное самому себе. То есть в нем, в этом нечто есть два противоположных момента. Мы про моменты с вами говорили, когда говорили о становлении. Помните? Момент – это вот два противоположных движения в одном движении. Так вот, тут снова моменты появляются. Один момент – равенство нечто с собой. Это «в себе бытие». «В себе бытие». «Вет» – черточка. «Себе» – черточка «бытие». Это равенство нечто с собой. «В себе бытие». И второй момент – неравенство нечто с собой. Называется «бытие длинного». «Быть, чтобы стать другим, стать другим, стать другим, стать другим». Это, я думаю, легко усваивается, что это вот момент перехода в иное. Правильно? Иное переходит в иное. И иное чего? Самого себя. Вы вот случайно не переходите в иное, когда обучаетесь в университете? Или вы остаетесь равными на основном себе? Сразу? Можно все-таки? Я спрашиваю, но вы, разве не представляете собой бытие длинного? Да или нет? Вы хотите сразу два выражения. А у меня мозг попадает только по очереди. И у вас, между прочим, мозг попадает только по очереди. Все мысли идут одно за другим. И книжку вот так вот написали. Это все можно вытянуть в одну строку. И как? Помните телеграмму это? Слали так. Вот и так в одной строку, и пускай идет. Там наматывали. Это вы искусственно разделили. Странички там, и вы тоже искусственно. На самом деле это одна строчка, и все. Большая, большая, большая. Бытье длинного. То есть становление другим. Ну, все же, вы хотите стать же конфликтологами, а сейчас вы конфликтологи в становлении. Раз вы в становлении, значит вы есть бытие длинного. Перестать быть тем, что вы есть, и стать тем, что вы не есть. Правильно? Стать конфликтологой, а не просто остаться конфликтологами в становлении. Итак, если вы не сдадите экзамены, выпускные, останетесь, скажем, долго в становлении. И как-то ваше затухло и закисло это становление. Потому что неизвестно, что дальше делать. А если вы сдадите, то вы уже, значит, перейдете. А но вы сейчас-то готовитесь к этому. Зачем вы записываетесь, чтобы вы же до этого страничка не была дополнена, а сейчас заполнена. Значит, вы же переходите в иное. Я же, видишь, прям вот, прям смотрю, и вы в иное переходите. И в голове у вас это. Из головы же это идет. Это не я же вот говорю, и сразу ваша ручка по моему мгновению пишет. Сначала вам попадает в голову, потом вы даете команду своей руке делать. Это ваш мозг уже командует, как писать, правильно? Поэтому вы сами становитесь иными. Но это вы становитесь иными, или это уже не вы? Вы остались? Значит, вы равны самой себе? Да. Вот как это назвать? Вот это называется в себе бытие. В черточка, себе черточка бытие. Некоторым кажется, что вот она какой-то очень... Ну, бытие для иного не искусственное, вроде так понятно. Это кажется бытие. А сейчас я вас спрашиваю, а вы в себе сейчас или не в себе? В себе. В себе это что значит, в себе? Можно так сказать? Если не в себе, это что значит? Существом. Это значит, что вы не равны самой себе. Что-то с вами произошло. А вы в себе, то есть вы... Или... Я хочу вас спросить, а вы говорите, Михаил Васильевич, подождите, я приду в себя, и потом буду вам отвечать на вопрос. А где вы были до этого? А вы что, не в себе были? А где вы были? То есть в себе бытие означает равенство с собой. Больше ничего. А вам сейчас, может, сейчас не по себе? Что такое не по себе? Не по себе, это когда не равны. Не равен я. Что-то со мной случилось. Не равен я самому себе. И так далее. А сейчас я кричать на вас буду. Ну, почему вы так не поняли, что я рассказываю? Это что такое? Это я вышел из себя. Ну, правильно? То есть я обычно спокойно говорю, а тут вдруг начал на вас кричать. Вы думаете, что это случилось-то с ним? И даже вот мы на меня посмотрели так, нехорошо. И правильно вы посмотрели, нехорошо. Потому что как можно вообще на студенты? Студенты учатся. Вот даже если они ошибаются. Так они потому и студенты. А все студенты. А как? В чем состоит обучение? Ну, перестать ошибаться. Но и ошибаются не только студенты, между прочим. Они преодолевают. Это совершенно нормально в ходе обучения. Поэтому не надо кричать на студентов. Если я начал кричать, значит, я вышел из себя. А вы должны сказать, вернитесь в себя, Михаил Васильевич, и будьте здоровы. И не надо кричать. Вот и все. Да, я вернулся в себя. Поэтому вот это очень интересное такое выражение. В себе быть я для себя. В себе вышел из себя. Мне не по себе. То есть это равенство с собой. Обозначение равенства с собой в себе бытия. Ну и что тогда? А вот такое. И вот такое нечто, которое есть единство в себе бытия и бытия для иного, называется. Как? Вот как бы вы назвали? Вот как бы вы назвали такое нечто, которое есть единство в себе бытия и бытия для иного? Ну, вы какое можете на себе примерить? Вот каждый из вас, кто здесь присутствует, единство в себе, бытие, бытие для иного. Так? Если вы будете настаивать, что вы только равенство с собой, значит, это бесполезное слушание лекции, потому что сколько вы не слушали, ничего не прибавляется, знаний никаких. А если только изменения идут, а вы только бытие для иного, тогда уже не вы. А раз не вы, то документы, пожалуйста, мне отдайте свои. Я их несу в деканат, а вы идите, новые документы все получайте, потому что не надо выдавать себя за того, кто здесь раньше сидел. Так? То есть одновременно вы и в себе бытие, и в бытие для иного. Одновременно. И вот такое нечто, которое есть, единство в себе бытия, и в бытие для иного, как называется? Развитие? Нет. Извините. Какое развитие? Это может все хуже и хуже и хуже усваиваться. Хуже это развитие. Откуда я знаю? Это мне кажется, что все лучше и лучше и лучше, а на самом деле может хуже и хуже и хуже. Какое-то развитие. То есть мы это не можем сказать. Но я могу вам эту тайну открыть. Это изменяющееся нечто. Вы не забыли, чем мы занимаемся? У нас чему посвящена лекция-то? В начале была объявлена тема концерта, и названия пьесы были объявлены. Поэтому вот мы и пришли. Вас это удивляет, что мы пришли к пониманию изменений. А как вы понимали изменения? Если вы изменяетесь, значит, во-первых, вы равны самому себе. Во-вторых, еще и не равны. Потому что если вы только равны, то вы не изменяетесь. Кто-нибудь еще по-другому понимает изменений? Вот я утверждаю, что никакого иного понимания изменений нет ни у кого. Другое дело, что люди не могут это выразить. А это выражено в логике диалектической. Все изменяющееся – это равное самому себе и неравное. В себе бытие и бытие для иного. Единство двух таких моментов. Кому это относится? Ко всему. Ко всему. Стол изменяйте. Он равен самому себе? Равен. Вон этот стул уже. Он равен самому себе и неравен. Прямо высыпать из него шуруп сегодня. Высыпался. Значит, он неравен самому себе. И этот шуруп я просто вставил, а не завернул. А если даже заворачивать будете, там уже, наверное, вот там разболталось отверстие. Все, подвергается изменению. Ну вот это. Не просто проходит в сознание, понимание того, что такое изменение. Но проходит. Даже вот в рекламу проходит. Вот я как-то, поскольку могу ехать по-разному, вот я как-то пришел на станцию, на Селястровске. И внизу увидел такую рекламу. Такая девушка симпатичная в цветастом платье. И написано, меняйся чаще. В следующий раз, чтобы вот я уже кофточки не видел. Другой. Третий, четвертый, пятый и так далее. Так примерно. Вам советую. Это не я. Я просто прочитал. Это рецепт такой. Там же не убеждают. Меняйся и все. Без разбора. Меняйся чаще. Меня это не совсем, конечно, удовлетворило. Потому что кроме изменений еще хотелось бы еще разницу с собой. Чтобы не перестать быть самим собой. Правильно? А то менялся, менялся. А потом уже, это кто такое? Я знать такого не знаю. Мы знать такую не знаем и так далее. Все это в ходе этих изменений. И вот обуреваемыми этими мыслями я в следующий раз иду на работу через Дворцовую площадь и подхожу как раз к троллейбусной остановке. А там на углу такой щит рекламный. И я так остолбенел. На нем написано. Меняйся, но оставайся с собой. Арифлейм. Думаю, вот дают Арифлейм. Люди тут мучаются, изучают. Единство все обыцелили. Ну, Арифлейм уже это все изучит. Меняйся, но оставайся с собой. Это же здорово. Думаю, вот это да. Вот это люди. Вот где прогресс. Вот. То есть пробивается диалектическое мышление даже вот в рекламе. Ну, бывает, конечно, плохая реклама. Вроде того, я это то, что я пил. Что-то да. Это пьяница, если бы написали. Это был нормальный. А тут девушка симпатичная. Я это то, что я пью. Ну, все это такое. Но хоть бы второе утверждение. Вообще, диалектика требует второе. Вот это я это не то, что я пью. Вот это два утверждения. Можно уже понять, в какой степени я то, что я пью, а в какой степени я не то, что я пью. Уж, наверное, не сводится к тому, что я пью. А я что-то, я то, что я ем. Вот мы с вами и нашли, что такое изменение. То есть не просто изменение, а не изменение, которое на небе, а изменяющееся нечто. Вот теперь мы знаем. Ну, раз мы знаем теперь, что такое изменяющееся нечто, теперь мы должны дальше двигаться и разбираться с этим изменением. А цель мы поставили такую. В то время, которое у нас осталось, мы еще до определения дойдем. Это хорошо же. Вот раз, нечто есть единство в себе бытия и бытия для иного, но еще нечто не представлено как становление, моментами которого были бы и два нечета, правда? Потому что это в себе бытие и бытие для иного – это моменты нечета, но не два нечета. А надо добраться до того, чтобы они оба были бы как два нечета, чтобы одно нечета состояло бы из двух нечет, которые в единстве находятся. Значит, во-первых, в себе бытие и бытие для иного – они же в единстве, правда? Нераздельно. Это все одно, это нечто. А в себе бытие – это сохранение себя от изменений, правильно? От перехода в иное. Значит, в себе бытие отрицает бытие для иного. Правильно? Отвергает. И вот такое в себе бытие, которое отрицает бытие для иного, называется в нем бытие. Если мы просто равенство с собой. Это непонятно. Вот если вы сейчас равенство с собой, ну, может, вы не боретесь с переходом в иное. Это просто в себе бытие. А вот такое в себе бытие, которое борется с переходом в иное, отрицает бытие для иного, называется в нем бытие. И это как бы не еще один момент, это то же самое в себе бытие, которое отрицает, борется с бытием для иного. Не пассивное равенство с собой. Вот равенство с собой, а и все. А еще я предпринимаю некоторые усилия, чтобы не перейти в иное. Вот это вот момент называется в нем бытие. Или просто в. Это вот диалектик высший пилотаж. Довери до одной буквы. Категория В. Вы что такое В знаете, нет? Вот теперь вы можете считать, что знаете. Что такое В? В – это в себе бытие, которое борется с бытием для иного. В – это не такое В, которое случайно там, сейчас оно будет наружу. А такое, которое упорно, так сказать, держится, чтобы оставаться в себе бытием. А раз оно держится упорно, значит, оно соединено с чем? С бытием для иного. Значит, оно выходит и вовне, к иному. Выходит? Выходит. А как? Если вы будете отталкивать меня, если я буду, так сказать, что-то вас оставлять делать, то вы будете меня отталкивать. Раз вы будете меня отталкивать, значит, вы будете ко мне притрагиваться. И никакого другого способа меня отталкивать нет. Поэтому, когда кажется, что я вот против, я, значит, отрицаю. Но если вы что-то отрицаете, вот сейчас много всяких, особенно выборную кампанию, я против, говорит Собчак. А что такое против? Ну вот чулки можно, если вывернуть наизнанку, это будет против тех чулок, которые были. Это те же самые чулки. Итак, если вы против всего, то вы как раз по всему, это мы прикоснулись только со словом «не». Вот если я от каждого из вас оттолкнусь, вот я сейчас буду от вас отталкиваться, не будете сильно дрожать, вот я от вас отталкиваюсь. И что это значит? Что я к вам притронусь. Если я от вас буду отталкиваться, я к вам притронусь. И так я буду ходить, ходить, я всех против, против, против. И что я отт candidate? А вот я, значит, все вот это, с чем, так сказать, Я как бы борюсь, все собрал. А вы не хотите сказать, куда вы пойдете, то есть я? Не какую-то цель сказать, куда я пойду. Я никого не буду отталкивать, я просто намечу себе путь и пошел. Это позитивная программа или позиция. А вот некоторые товарищи необученные, как Собчак, например, Ксения, они думают, что если они против чего-то выступают, то они сказали что-то положительное. Ничего положительного не сказали, неясно, куда пойдете. Вот каждый из вас куда-то пойдет после окончания этой лекции. Каждый. И я пойду. Мы тут равны с вами. Так? Я против того, чтобы вы шли. И что? И ничего. Потому что, или наоборот, мы все против того, против чего-нибудь. Вы против чего-нибудь уже выступаете? Вы против. Вы тоже нашли, против чего выступаете? Вы отдаете себе отчет, что вы против чего-то? Вот давайте все соберемся, мы все против. Потом взяли и пошли каждый в свою сторону. Это вот такое мнимое единство. Мы вот собрались те, кто против. Мы протестуем. Поэтому, когда вот эти вот собираются протестные, здесь есть пустота. Логическая пустота, поэтому и политическая пустота. Ну и что, что они против? А за что? Вот вы, например, за то, что было там где-то 15 градусов северной широты, а я от сюда, к востоку, да? А я 15 и 0-0-0-0-1. То есть я против вас, против вашей позиции, а на самом деле моя позиция почти не отличается. То есть из того, что против, не следует за что? И наоборот, если я хочу вот эти все против отрицать, единственный способ отрицать является утверждать. Вот я что-то утверждаю, я пойду туда. Значит, я уже не пойду никуда, куда вы пойдете. Правильно? Если я скажу, куда я пойду. Это вот положительное утверждение является всеобщим отрицанием. И наоборот, и каждый из вас, кто пойдет своим путем, он отрицает все другие дороги. Абсолютно все. И так каждый раз. Вот люди образованные философски, они это понимают. Люди не образованные философски, они вылезают, даже добираются до кандидатов в президенты, и вот такую чушь потом лепят всерьез. Я должен вас об этом предупредить, потому что, а вдруг кто-нибудь из вас будет кандидат в президенты, чтобы он потом такую поругу не гнал на телевидении. А то потом скажут, что у них был преподавателем я, и опять буду виноват. У меня уже их хватит. Уже есть один дипломник, Кудрин, который взял, ввести деньги и увез в Америку под 2%, которые у нас свободны были, вместо того, чтобы направить в отечественное производство. Может, его судить будут, тогда могут и меня привлечь. Скажет, вы у него были дипломную работу, руководителем дипломной работы, и я. Ну, значит, вас привлечем. Вы не собираетесь в президенты, нет еще? Собираемся. Вот я и чувствую, что вы придираетесь. На первую парту не зря рассели, а вы будете премьером. Пресс-секретарем. А, пресс-секретарем. Как сказал в своем последнем интервью, вот недавнем, Владимир Владимирович говорит, что там этот вот несет мой... Песков какую-то пургу. Я говорю, слушай, удивляюсь. Ей понравилось быть, что пресс-секретарем можно... Вы можете говорить все, что угодно, а она будет говорить все, что ей угодно. А поскольку она пресс-секретарь, чтобы народ запутать. Так. Ну вот. И вот мы это все с вами исследовали, показали. А вы не забыли, что у нас не просто наличное бытие, а определенное наличное бытие? Я чувствую, вы забыли уже все. Я вас уже завел, вел, вел туда, и в темноту завел, и вы забыли, что... Наличное бытие у нас определенное. Значит, раз он... Определенность неотделима от наличного бытия. Поэтому нам про определенность то же самое не надо специально рассказывать. Все это относится к определенности. То есть, к определенности относится и в себе бытие, и бытие для иного, и в нем бытие, да? Правильно? То есть, все, что относится к вам, относится и к вашему телу, то есть, и к вашей коже, и к вашему лицу, и к вашему уму, и так далее. Правильно? Они же неотделимы. То есть, то, что относится к наличному бытию, относится к определенности. Потому что речь сошла у нас о нечто, а нечто – это определённое наличное бытие, нечто. Нет, видите, впереди, это же определённость. Чего вы о ней забываете? Вот мы вспомнили о ней. Значит, следовательно, всё, что мы проделали, всё надо отнести и к определённости. Значит, надо взять определённость, которая есть в себе, то есть равна самой себе в изменениях, это в себе будет. Определённость, которая есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве с другим моментом этого нечета, с в нём бытием. Но раз в себе бытие находится, так и определённость тоже самая. Вот определённость, которая равна самой себе, то есть она есть в себе, в простом нечто, и находится в единстве с другим моментом этого нечета, с в нём бытием. То есть надо взять такое качество, которое восходит вовне. Вот если вы умный человек, и это ни в чём не выражается, то это ставит под сомнение утверждение в вашем уме. Да. Так стучать-то вы можете, а вот в чём это ещё проявляется, кроме того, что там гул-то так отдаётся? А, то есть вы хотите показать, на чём вы сидите? На стуле вас по БГУ. Можно считать, что и на стуле вы сидите, да. Только никогда не надо отвергать, надо всегда соглашаться. Наверное, уже должны понять. Философию она учит наоборот. Вот. Значит, такое качество в себе, в простом нечто, и сущностное находится в единстве с другим моментом. Нечто с в нём бытием называется определение. То есть, если ваше определение вовне не выходит, то никак... А вы добрый и хороший человек, то ни в чём это не проявляется вовне, да, доброта и положительность. Никакой вы не добрый, и не надо рассказывать. А если вы добрая, то это в чём-то хоть проявляется. Вот сейчас спрошу вас авторочку дадите. Сейчас я лучше спрошу телефон и проверю, добрый или нет. Дайте ваш телефончик. Пожалуйста. Не даёт. Ну, вот я, вот видите, значит, это под сомнением теперь вопрос о доброте. Я же не сказал, что навсегда. Я хотел это всего лишь подержать, вот так вот подержать уже. А настолько, оказалось, не хотела она давать. Ну, как будто я съем, что ли, этот телефон. У меня ещё, у меня и больше есть телефон. А где он? Вон он, вот. Давайте меняться. Так, так что понятно, что такое определение. Это уже сложная категория. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и в сущности находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. Можно ещё раз? А? Можно ещё раз, пожалуйста. Не понял? Ещё раз. Определение, определение. Вот. Какие хотите быть президентом, сразу слёта не хватайте. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. Что значит качество, которое есть в себе? Которое сохраняется в изменениях. Если вот доброе, то вы не только сегодня добрые, не только у меня на занятиях, но и на других занятиях, и завтра, и послезавтра. И через год, то есть во всех изменениях вы добрые. А если вы только сейчас вот добрые, а потом, значит, как только я вышел, скажу... Тогда это, значит, не ваше определение. Я не знаю, как там. Все люди смотрят на осторожен на вас сейчас уже. Что будет, когда у нас закончится лекция? Вроде на лекции тут ещё и записывается. Как только запись отключат, и начнётся драка тут. Не знаем, что будет. Степан, Степан, сразу не выключайте, мы посмотрим, что будет. То есть качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится внутренне, так сказать, находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нём бытием. А что такое в нём бытие? В нём бытие – это в себе бытие, которое восходит. Если я говорю «вы», значит, я имею в виду, что есть какое-то вовне. Правильно? Если я говорю «в бочке», значит, есть что-то мне бочке. Если я говорю «в кармане», значит, что-то есть, а не в кармане. Вот такое сложное определение – определение. Другого определения, такого научного определения больше ни у кого нет. Очень глубокое и очень точное определение. И вот с этой точки зрения можно сказать, кто такой человек. Вот я на это скажу и на этом, так сказать, поставлю точку на этой лекции. Вот определение. Мы давали определённость человека, рассматривали, мочка на ушах. А человек – это, а, животное общественное, то растение, может, уже не подпадает по человеку. Животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Хорошее определение человека. Есть вот такие люди, которые какому-нибудь этому качеству не отвечают. Животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И это всё по-восходящей. А? Они мои люди. Что, что? Они мои люди. Они мои люди отлично разговаривают. И причём так здорово, я вот выезжал из Нижнего Новгорода, и всегда их немножко жалело, этих немых. А потом, значит, вот я стою ещё на платформе, а часть этих немых зашла уже в поезд. И они друг с другом продолжают через окно так же разговаривать. А наши-то, которые не немые, они, значит, как немые стучат в стекло, и там что-то пытаются до родственников достучаться, и вид как раз противоположный. То же самое у нас, например, студент был на матмехе, который, он так всё время слепой. Он щёлкал там, так сказать, и делает отверстие, которое отличается, буквы отличаются размером и характером отверстий. И потом читал так пальцами, всё, всё страшно. Это же язык, и можно всему научиться. У нас тоже есть язык жестов. Попробуй, если плохо сдать экзамен. А я ничего не сказал. Пробуй, что, плохо, что ли? Да, лекция теперь так надо показать или так? Вот, видите, вот. И ничего никто не говорит, так что… Вот это очень важно. То есть мы до очень важной категории, до определения. Если даже больше мы ничего не будем из философии знать, уже можно вот… Эта дорога уже, которую мы прошли, достаточно, чтобы некоторые, так сказать, товарищи, которые с вами будут делиться перед дорогой, у которых всегда болела голова. Или наоборот, вы их способствовали к просветлению. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.